Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Искреннее, настоящее. Ну, перехожу к представлению подробному. Самый титул одванный каскадер России, член Всемирной Академии Трюков, президент Федерации Экстремальных Видов Спорта, руководитель парка кинок приключений, мастер Панин Игорь Панин. О, здорово, здорово. Режиссер, художественный руководитель, театр-экс, организатор фаер-шоу, всех фаер-шоу в нашей стране. Да, да, зачинатель, зачинатель. Юрий Берладин. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы собрались в канун, между прочим, грандиозного фееричного шоу в нашей стране, которое происходит только раз в году. И завтра уникальная возможность его посетить. Парк киноприключений, 21.00, мастер Панин, фестиваль уличных театров, Вселенский карнавал огня, 2018. Бомба. Это не все, что мы можем сказать об этом. Дорогой Игорь, ну я, конечно, хочу сначала, чтобы ты рассказал, как организатор всего этого действия, как идеиный вдохновитель и как участник непосредственный. Давай, тебе слово. Начинается уже восьмой год. Мы делаем этот Вселенский карнавал огня. Самые сильные команды, самые именитые команды с новыми своими программами, с новыми своими грандиозными спектаклями приедут, чтобы зажечь и показать, кто из них самый крутой и кто самый огонь у кого в сердце. И поэтому самые лучшие из лучших покажут именно глобальные представления, глобальное шоу. И одно из них это будет новое шоу Театра Экс господина Берладина, которое будет называться «Корабль дураков». Юра, расскажешь? Юр, конечно, расскажите, пожалуйста. Ну, прошу говорить, не умею, не знаю что, но «Корабль дураков» такой традиционный средневековый сюжет. Да, образ, сюжет, да. И, конечно же, надо прийти посмотреть, мы так стараемся, мы готовимся. Мы готовимся. Но надо сказать, что огонь — это вообще язык Театра Экс, да? Ну, мы стремимся к тому, да, чтобы не просто там, ну, моталки, крутилки, вертелки всякие, не просто такие, ну, карнавальные шествия, но еще были какие-то художественные образы. Потому что, в общем-то, в коллективе в основном драмоделы, то есть профессиональные актеры, которые как-то совмещают свою работу на экране в театре с вот таким, как бы, ну... Уличным перформансом. Да, уличным, да, с таким андеграундом, да, так вливается в эту субкультуру, значит, огневиков, и там как бы получают какие-то свой адреналин. У вас же, Юр, колоссальный опыт работы и за рубежом, и в нашей стране, и в качестве актера, и режиссера, и педагога, да, и в том числе и со всей историей с огнем связанной. Можете ли вы точно сказать уверенно, что завтра будет то, к чему нет аналогов в мире? Очень хочется услышать это именно. Нет, я не буду, не буду, как бы, такое говорить, потому что для нас это, ну, как бы, некое стремление, как бы, некий труд, некое упорство, и вот так сейчас еще ничего не произошло, вот я сейчас как скажу, а потом все провалится у меня, нет. Я боюсь такие слова говорить, нельзя, перед премьерой нельзя. Ну, значит, да, нам нужно прийти и самим сделать следы, посмотреть, стать свидетелями. Да, нужно посмотреть, но мы честно, честно выпахиваем и пытаемся там что-то сделать. Просто в мире это, как бы, происходит более плащадно, на больших площадях, да, и они, как бы, не все вместе в одном месте, а у нас вот именно, чем у нас хорошо и уникально, да, то, что у нас вот эти все сильные команды, они в одном месте и в одном действии, да. Зритель может не бегать, там, за километр площадку к площадку, поймает, не поймает, увидит он того или не увидит, да, искать их, а здесь в одном месте прийти и увидеть, как бы, такое слияние самых одних и самых сильных команд. Веречайший случай, да, когда все собираются вместе, и не ради денег, не ради чего, а просто, чтобы увидеть друг друга, чтобы вместе пообщаться, потому что все работают в одном направлении, все, как бы, вот, подвинуты на таком экстравагантном, значит, вот, как это сказать, в виде деятельности. Да, да, да. Да, это вот способ. Ну, вот, что касается участников Театр Экс, мы уже знаем, принимают участие Огниво, Гефест Шоу, Маркату, Аллегри, Экстрим Балет, Фаер Энджелс и так далее и тому подобное. Эти коллективы, я так понимаю, это не только российские команды? Да, у нас есть ребята с Донецка, у нас есть вот Гефест, ребята с Крыма. Крым наш, я напоминаю, напоминаю. Крым всегда был наш, да, в этом вообще никто не сомневался, да. У нас, как бы, была команда с Украины, которая, к сожалению, не будет завтра в финале участвовать. Потому что немножко слабые ребята. Они не прошли отборочный тур. Да, 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 у нас вот завтра будет четвертый день отборочных этапов. А точнее сказать, наверное, ночь, наверное, отборочных, то, что все происходит с ночью. Да, и зритель, конечно, зритель увидит лучших из лучших, самых сильных, самых-самых. На отборочном туре зрителей нет? Ну, потому что на отборочном туре тяжело. Мы раньше делали, как бы, да, в 9 или в 8 начинали и в 3 часа ночи заканчивали. Но уже, как бы, ну, нельзя, зритель столько не выдерживает, ему тяжело. Какие бы сильные команды не были, ну, сидеть 5 часов. Но желающие приходят. Нет, 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 понятно, что... Не прогоняем никого. Нет, нет, треть зала сидит, она и 6 часов готова отсидеть. Но не все, конечно, потому что приходят родители с детьми. Естественно, там, через 2 с половиной, через 3 часа уже потихонечку, по-любому начинают. Потому что уже все. И огонь, огонь, огонь. Огонь тоже на него можно смотреть, он завораживает, но не 5 часов подряд. Поверю профессионалу. Игорь, каковы критерии отбора? Ну, что значит, слабая команда, сильная команда. Ну, это вот к Юрии, давайте. От количества газа и литров солярки потраченных. Ну, и это в том числе, потому что этот спецэффект всегда как бы поражает. Но и, конечно же, это не ради того, что ты плохой, иди отсюда. Ну, кто-то в начале пути какие-то делает попытки, но уже когда ты собираешь столько публики, то, наверное, мы пообщались, все, мы познакомились, готовы помогать им. Но выпускать, как бы, может быть, преждевременно. Они как-то где-то находят места для выступления, получают свой опыт. Вот, мы их всех любим, безусловно, потому что это наша, как это сказать, субкультура, в которой мы такие перебежки, точные перебежки. Наша тусовка. Да, наша тусовка, да. Ну, что сказать? Ну, в общем, вы не говорите им, ребят, завязывайтесь с этим делом, а просто говорите, до встречи в следующем году. А они не совсем даже так, потому что они все равно приходят, они у мэтров берут опыт, какие-то идеи, потом перехватывают, делают там аналогичные, повторяют. Ну, чем-то учится, конечно. Да, они помимо, помимо для них это очень хорошая школа, и для них это такой прям хороший некий прорыв. Вот как там собирают всякие там эти бизнес-форумы, да? Ну, нам не надо, у нас как бы свой форум, свой форум огневиков, где все готовы поделиться всем. Да, на самом деле это вполне себе такой художественный язык. Кто-то пишет там маслом, кто-то играет в театре, а кто-то создает художественный образ с помощью огня. Это тоже очень интересно. Давайте посмотрим сейчас на экраны. Я попрошу включить нам анонс как раз предстоящего фестиваля ученых театров «Вселенский карнавал огня-2018». И говорю, ну, прошу, наверное, тебя что-то, может быть, по ходу комментировать, если... Ну, это в маленьком... Пока, наверное, 14 сентября, начало 21.00. Да. Маленькие фрагменты, да, как бы те вещи, которые будут у нас происходить, да, когда одновременно 50 человек вышло и с огнем, это уже завораживает. Когда еще вся площадка, вся атмосфера, когда создана, да, некая энергетика возникает, да. Ни одно фаер-шоу, которое заказывают на корпоратив, да, оно не может быть настолько обладать всей той гаммой, да, что показываем мы, да. Ни один театр, да, в России, как бы, да, да и в Европе нет совсем прям вот такого, чтобы одновременно можно было на какой-то площадке столько огня выложить. Ну, потому что паркин и приключения Мастер Панин, это же не просто какая-то площадка, это специальная, самая крутая. Он специально под это заточен, там есть специальные системы безопасности, специальные подводы газа, специальные системы пожаротушения на любой крайний случай, который, как бы, не должно вообще быть, да. Ну, и самое главное, там все просчитано до мелочей, зритель, да, получая масса-масса удовольствий, да. И главное, тепла еще. Да, испытывая реальное тепло, реально, от этого прям идет реальное тепло, да, и энергетика теплая, да, и еще зритель может себя 100% чувствовать в безопасности. Ну, это уже какая-то светящаяся, красивая история. Да, обязательно, ну, это как раз фаер-балет, фаер-шоу. Будут же и балет, будут же и акробатические трюки какие-то очень серьезные. Все, все, и будет техника, и танцы. И танки будут, и Мэд Макс, новая программа, которую покажут почти как в кино. Сколько пожарных машин будут дежурить во время фестиваля уличных театров Вселенский карнавал огня 2018? Нет, у нас есть специальная, тестированная, лицензированная пожарная система, которая обеспечивает 100%. Ни одна пожарная машина не обеспечит такую безопасность. Да, у нас специально сделанная система, которая, ну, даже у нас есть там такой театр под куполом, который даже внутри можно гореть, и который там буквально за максимум, любое стопроцентное горение за максимум одну-две минуты потушит. Но самое главное, не, пожарная система МЧС будет, будет пожарная машина, но это просто не знаю, просто... Ну, самое главное, что до площадки нечего гореть. Да, да, там нет ничего, что может загореться. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго, и после чего продолжим наш горячий, жаркий эфир. Расставайтесь с нами. Вау, вау, вау. Лучшее в стране. Очень много слов будем говорить и должны, потому что такое событие случается раз в году. А именно, фестиваль уличных театров «Селенский карнавал огня-2018». Завтра мы с вами встречаемся в парке киноприключений «Мастер Панин». Начало в 21.00, но приходить лучше раньше. Обязательно, да. Вот, Игорь Панин у нас сегодня в гостях. Приходите в 8, потому что у нас будет там... Каждый, кто хочет, может сделать сальто на мотоцикле. Кто сам не хочет за рулем, он может сзади посидеть. И опытный каскадер ему сделает это сальто. Реальные сальто. Реальные сальто. Реальные сальто. Потом у нас там новые аттракционы. Кто хочет научиться крутить по и крутить... Как их... Моталки. Моталки шесты, да. Пожалуйста, у нас будет школа. В общем, заняться будет чем. Потому что ждать на обязательное 21 часа не стоит. Лучше приходить, конечно, заранее. Мы уже поговорили о том, что большое количество уличных театров будет присутствовать. В том числе и театр «Экс» под руководством Юрия Берладина. И, друзья, очень важно. Это же конкурсная история. Все эти театры состязаются в итоге за победу между собой. Несколько номинаций. Лучшее огненное шоу. Лучший уличный перформанс. Лучшее пиротехническое шоу. Лучшее шоу визуальных спецэффектов. И так далее. И тому подобное. Очень серьезный состав жюри. Я могу назвать, Игорь, некоторые фамилии? Да, да, да. Иван Ахлобыстин, Никита Джигурда, Игорь Алексея Гурцова, Владимир Епифанцев. В общем, все очень известные авторитетные люди. И которые прекрасно понимают, что такое каскадеры вообще и эта работа. Кроме вот Ивана Ахлобыстина. Я его в трюках не видела. Ну, как этот... Было дело? Соловей-разбойник. Он вообще байкер на мотоцикле ездит. Ага, понятно. Так что все есть. Так что он понимает все в этом деле. Даже не сомневаться. Ведущий вечера Виталий Гагунский. Тоже наш хороший, добрый друг. По какому принципу был выбран ведущий, Игорь? Почему ты отдал свою роль кому-то? Ну, он наш старый друг. Поэтому, как бы, и он... Он подошел, попросил просто. И он в том году у нас вел карнавал огня. Было прекрасно. Всем нравилось. Он прямо с этого начинал. Я считаю, это такой взаимный опыт. Это, как бы, его открыли, его новые, как бы, сторону. Он как ведущий вот именно экстремальных шоу. Вы знаете... Да-да-да, Юр, конечно. Да, очень многие приходят. Вот у нас, например. Вот те люди, которые раз в год обязательно приходят, мы хотим поучаствовать. Которые профессионалы, и все умеют. Я уже чувствую, что к финалу программы и я вам сделаю такое заявление, что я хочу поучаствовать, конечно. Ну, да-да, просто люди хотят, и все как-то тянутся к огоньку. Две тонны газа и 500 литров солярки. Есть такие вот цифры в интернете. Будут сожжены участниками фестиваля. Откуда... Кто спонсор этого мероприятия, скажите мне, пожалуйста. Спонсора глобального у нас нет. А Газпром как-то почему не участвует в этом? Ну, как-то вот не участвует. Нет, ну, у нас там помогает нам правительство Москвы, естественно. Да, ну, так, глобального спонсора, который на всем... Хорошая идея, Газпром. Да-да-да. Попробуем. Ну, как-то сложно все-таки нам с Газпромом не получается нас все-таки соединиться. И самое интересное, самое главное, я считаю, что... Как бы все участники, они тоже... И самый главный спонсор — это наш зритель. Зритель, конечно. Зритель, который... Да, который голосует. Своим билетом, да. Ногами своими билетами. Билетом, да, голосует то, что это надо, что это должно быть в Москве. И вот тоже еще такой очень моментик. Получается, что участники этого фестиваля используют ГАЗ Парка киноприключений или со своим пребывают? Нет, нет, нет. Получается, рабочие такие моменты. А зачем? Зачем это знать по публике? Секретная информация? Где ГАЗ, где не ГАЗ? Не надо. Да. Просто, знаете, может быть, какой-то сейчас театр уличный хочет принять участие. Самостоятельно. Пусть приходит к нам, мы все покажем. Все покажем, все расскажем. Мы сейчас покажем фестиваль прошлогодний. Итак, Вселенский карнавал «Огня-2017». Фрагменты у нас на экране. Игорь Юрьевич, кто возьмет слово. Это конкретно театр «Экс». Это «Погорелый театр» наш любимый проект. Это 10-метровый театр из бумаги, внутри которого идет огневое шоу. В финале он сгорает. Вот. Он такой театральный, любимый, но редко играемый. Потому что очень большой по объему. И по объему, и дорогой. И по затратам, да, конечно. Это все участники театра «Экс» как раз, да? Да, да. Все работники. Вот Катя Белова, которая приходит к нам все время на карнавал «Огня» и говорит, я хочу с вами скакать. Вот она. Я же говорю, это удивительная история. Длинноволосая, красивая молодая девушка. И вокруг все сверкает, горит, светится. А ей это нравится. И нет страха в глазах за свои волосы. Не то, что нравится. Люди жить без этого не могут. Ну, можно промотать. Давайте посмотрим, да, что у нас там дальше есть. Потому что там более 20 человек задействовано в этом спектакле. Уже театр горел. А в этом году уже не только театр горящий, но и целый режиссер. То есть дирижер и оркестр, Игорь, говорили по секрету. Новый, да, новый Игорь. Вот выдал такое задание. Новый секрет. Новый, да, мы приступили к долгосрочному проекту создания такого... Огненного оркестра. Огненного оркестра, да. У нас завтра будет первая такая заявка. Пророк. А дальше мы будем это развивать до как бы... До большого-большого симфонического оркестра. Так, понятно. Что очень важно заметить, друзья. Но об этом мы чуть позже поговорим. Пока такая небольшая задравочка. Будут трюки совершенно оригинальные, абсолютно новые. Те, которые мы с вами еще не видели. Даже если вы уже не раз были в парке киноприключений мастера Панина. Вот поподробнее, я надеюсь, нам еще раскроют секретики Игорь и Юрий. Но это чуть позже будет. Пока прервемся. Ненадолго оставайтесь с нами. Да. И уже завтра, друзья, 14 сентября, нас с вами ожидает, безусловно, лучший абсолютно фестиваль уличных театров Вселенский карнавал огня 2018 в парке киноприключений мастер Панина. Начало в 21.00. Но встречаемся мы с вами. Хотите в 6, хотите в 7, приходите. В общем, чем раньше, тем лучше. Потому что Игорь пообещал, что там будут у нас развлекухи, конкурсы, всякие приколы. Почарка, да. Член Всемирной академии трюков, президент Федерации экстремальных видов спорта, руководитель парка киноприключений мастер Панин. Игорь Панин, я режиссер, художественный руководитель театра «Экс», организатор фаер-шоу. Всех фаер-шоу, как просил меня говорить, Игорь, это так? Он зачинатель всех. Юрий Берладин. Это сегодня наши гости. Мы продолжаем как раз говорить о завтрашнем грандиозном мероприятии. Две тонны газа, 500 литров солярки, большое количество уличных театров, принимающих в этом мероприятии. Вообще, огромный какой-то праздник такой пиротехники. Огня света, музыки, акробатики, танцев. Все имеет абсолютно свою сюжетную линию. Мы обещали рассказать вам эксклюзивную информацию о том, какие завтра будут абсолютно новые трюки, ныне нигде не показаны. Игорь, тебе слово. Ну, во-первых, у нас все знают шар смерти, шар смелости, его по-разному называют, когда мотоциклисты, несколько мотоциклистов крутятся внутри такой стальной клетки. Здесь у нас будет горящий шар. Шар будет весь гореть, и мотоциклисты будут тоже гореть и ездить одновременно. Горящий шар и огненные мотоциклисты, такого никто никогда в мире не делал. Призрачный гонщик, да, мы имеем в виду? Нет, 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 это в шаре ездят мотоциклисты, это там три мотоциклиста. Но Призрачный гонщик легендарный и любимый очень многими будет. Но он будет в другой интерпретации, он будет уже по даче, он там выйдет с огнеметчиками такими, с огнеборцами, и такой, как бы, он в таком в огненном туннеле будет двигаться, вот таких, в огненных полянах, в таком, в такой, в круговерте огненной будет. И сам горит, и такая, и площадь вся горит, такая, огненный вихрь. Потрясающе. Огненная танго еще, и огненный оркестр, и трюк, который готовился целый год. Да, огненный оркестр. Еще такая колоссальная работа. Да, огненный оркестр, это надо было создать огненные инструменты, и которые режиссер будет загораться в процессе из-за того, что он так энергетично, вернее, энергично очень дирижирует, дирижирует, и у него там какие-то трения произошли, и он загорелся. Потом, естественно, он какое-то время погорел, потух, потом, когда он перешел уже дирижировать огненным-огненным шаром, он опять загорелся, как бы, как люди, да, внутри они загораются, да, потом, естественно, со временем остывают, потом опять, а-а-а, опять загораются, и как бы вот этот процесс, он будет предвещать открытие нашего фестиваля. Игорь нам как-то рассказывал, как его посещают идеи трюков различных. И он говорил, что это бывает во время отдыха иногда, во время перелета, где-то раз осеняет, что-то такое приходит во время, во сне приходит. Юра, у вас каким образом происходит вот это вот сочинение трюка? Это долгая, кропотливая работа? Вы сидите с ручкой, думаете так-так-так-так? Ни в коем случае. Или тоже некая муза прилетает? Нет, нет, бамда есть. Пайер-муза? Да нет, все желтнуло. Нет, это, да, приходит спонтанно, конечно, да, про это много чего сказано, написано. Когда садишься, начинаешь счастье, что-нибудь гениальное придумаю. Вот, это можно сидеть в вечность. И ничего тебе не придет. Всегда должно упасть. Упасть. Прилететь. Угненная муза, она есть. Лучше об этом не думать, а что-нибудь делать, или делать, создавать, создавать, создавать. И оно прилетит. И это такое озарение. У нас сейчас как раз транслируется на экранах, опять-таки, фестиваль прошлого года, 2017. Это замечательный коллектив Огниева. Да, они, кстати, в этом году тоже заявлены. Да, 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 фонтанно. Там у них был огненный танк еще в том году. Выезжал горячий танк со всеми. Он и стрелял, сам горел, и огненные люди на нем были. И все это в таком неком хаосе. А начиналось это все с бального танца, по-моему, когда там танцевала пара. Ой, как романтично. Красиво. Будут ли в этом году, Игорь, какие-то новички, то есть те театры, возможно, с которыми еще не знакома публика московская? Да, у нас будет коллектив из Донецка. Каков фар? Они еще не выступали в парке кино приключений, да? Фаренгей, да, они зажгут по-своему. Они такие работают с огнеметами. И, как сказать, ну, я надеюсь, все-таки они попадут в финал, и завтра мы их увидим. Надеюсь. То есть все еще решится, я думаю, предстоящей ночью. Да, 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 решится сегодня ночью. Ребятам желаем удачи, конечно. Команде из Донецка желаем искренней удачи. И завтра. Что касается посетителей, мне кажется, вообще должен быть аншлаг. Потому что увидеть такое зрелище представляется крайне редко. Ну, с посетителями у нас все нормально. У нас, как бы, желающих немножко больше, чем наш парк. Мы можем вместить. Мы можем вместить, да. Ну, как бы... А что делать, Игорь? Какие-то мысли должны быть у тебя. Вот как раз огненный танк поехал. Да. Какой симпатичный. Да, да. Едет и горит, горит и едет, да. И что делать, надо заранее покупать билеты. Просто ходите, заходите в рекламу, следите за нашим. И мы уже на будущий год... И лучше заранее, конечно, это делать. Мы уже буквально через месяц после карнавала у нас будет план будущих мероприятий. Можно заранее, чуть ли не за год, купить билет. 6 октября. Почему мы не говорим про эту дату? Нет, 6 октября у нас гонки на выживание. Но если кто-то захочет купить билет на следующий карнавал огня, который будет в мае, уже через неделю будет известна дата. А, даже так, и уже можно практически за год замечать. Да, и где-то минимум с 30-40% скидкой. Чем раньше, тем дешевле. Это очень выгодно. А 6-го у нас будут гонки на выживание. Там же тоже призовой фонд. Там принимаются заявки на участие. Да, там все желающие. Это народная гонка, кто понят гонку в 90-х. Это дерби такой настоящий долбилов. Автомобили, скажи, личные должны быть? Или все-таки мастер Панин выдает автомобили? Нет, нет, конечно. Там недорого подготовить машину. Можно на любой машине, лишь бы дверь водительская была защищена. И все желающие могут приехать. И такое реальное дерби. И это прямо на территории парка? Прямо на территории парка. Мы делаем специальную трассу. Она тоже будет безопасна. Там очень сильно не разгонишься. Ну, нужны мощные моторы, чтобы проскочить в дырочку, чтобы тебя не поймали в повороте. И вообще будет такое реальное дерби с препятствием. Там будет и огненные автомобили выезжать. Кто-то уже огнеметы встраивает, чтобы к нему не подъезжали. Ну, короче, будет тоже убойная вещь. Что вы такое собираетесь натворить? Автомобили могут быть абсолютно любые? Или это все-таки специальные какие-то каскадерские? Любые, любые, любые. Определенные марки, быть может. Любые автомобили, лишь бы защищена водительская дверь. Все, заходите на сайт, смотрите тех требования. Все элементарно и примитивно. Любой желающий. Лишь бы были права. Ну, я очень надеюсь, что ты к нам обязательно придешь где-то накануне опять, и еще все подробности обязательно расскажешь в эфире. Если мы сейчас обратим свое внимание опять на экраны, вот по поводу этого танка, который катится сейчас так и горит при этом. Я так понимаю, что этот танк, он же из шоу-шоу принимает участие. Нет, у нас их много. У нас их три штуки, так что они ездят. То один, то другой, по-разному. Там они разные для разного приспособлены. И каждый по-разному горит абсолютно. Впечатляет, да, это все очень серьезно. Друзья, у нас прям коротенькая пауза музыкальная. Оставайтесь с нами, потому что мы продолжим говорить о фестивале уличных театров «Вселенский карнавал огня-2018». И обязательно посмотрим еще зажигательные видео. Лучшее в стране. Программа продолжается, друзья. Мы продолжаем с вами говорить о фестивале уличных театров «Вселенский карнавал огня-2018». Завтра в парке киноприключений «Мастер Панин». Начало в 21.00. Не пропустите, пожалуйста, это событие. Оно бывает только раз в году. У нас сегодня в гостях как раз руководитель парка киноприключений «Мастер Панин» Игорь Панин, а также директор художественного руководителя «Театра Экс», организатор «Файр-шоу» Юрий Берладин. Огромное количество участников. Точное количество, кстати, еще неизвестно, сколько уличных театров, потому что отборочные туры продолжаются. Но завтра лучшие из лучших обязательно выступят в парке киноприключений и зажгут. Совершенно по-взрослому будьте к этому готовы. Продолжительность 2,5 часа. Это много. Нормально. Мы меньше не можем. Просто все должны показать свое умение. Мы не можем сжаться. Ну, кто устанет, ну, как бы достаточно. Да, может, встать и втенитка, в общем, не обидеться. Речь, наверное, идет, конечно, об этом. Игорь, я хочу спросить вот что. Сентябрь, это тот самый месяц обычно, когда происходит набор, запуск обучения в школе каскадеров. В этом году все в силе? Да, да, да. У нас идет полным ходом набор. И с 1 октября начнутся занятия. Кто еще не успел подать заявку, кто хочет встать. Кто не спрятался, не встал. Кто еще готов, у кого-то масса адреналина, которая течет за края, перебаливает. У него порох пороховницы есть еще. Приходите, мы из вас сделаем человека, поверьте. Ну, возраст мы здесь специально не называем, да, потому что это может быть абсолютно любого возраста человек. Любого возраста, да. Ну, только с 14 лет желательно, потому что если меньше, нам тяжело готовить, тогда тебе уже должны помогать твои старшие товарищи. Старшие товарищи, костыли, родители и так далее, и так далее. Говорили об этом не раз, но я думаю, сейчас будет тоже не лишним все-таки проговорить, что обучение длится 3 года, это не просто курсы, да, какие-то там двухнедельные, месячные выпускник уже каскадерской школы. Поэтому здесь, конечно, нужно серьезное отношение к этому. И больше скажу, мы с этого года запускаем еще высшее образование. Будем готовить актеров-каскадеров, давать дипломы о высшем образовании и режиссеров-постановщиков трюков. Так что, если у кого-то есть высшее образование, и он хочет стать режиссер-постановщик трюков, то у нас тоже с конца октября открываются курсы, и мы будем это все давать людям, кто тоже хочет стать суперпрофессионалом в своем деле. Юрий, а вы сейчас преподаете или больше все-таки занимаетесь постановкой на шоу и только труппы театра «Экс»? Я сейчас больше занимаюсь труппой. Но вот то, о чем говорил сейчас Игорь, что открывается каскадерское образование. Юрий опять начнет сильно преподавать. Профессор. И очень большое стремление и у руководства, и у всех остальных создать открытую новую страницу, как школу уличного театра. Как интересно. Да, и тоже на основе такого серьезного образования, потому что это имеет, ну, как бы, большие корни вообще в истории человечества, потому что все, как бы, уличная культура, она существовала, была, карнавал там и так далее. Там есть о чем, как бы, подумать. Если в этом году мы к этому не придем, то, думаю, в ближайшие 2-3 года, я думаю, мы и откроем... Осуществим обязательно задуманное. Да, уличный театр, да. Давайте расскажем, что сейчас видят наши зрители на экранах. Наши зрители, да, вот видели это шоу с огнем, да, или мотофристайл на мотоциклах. Это 2016 год. Ну, неважно, да. Чуть-чуть раньше было там, когда горело все, горели трамплины, помимо того, что, да, горел кикер, я придумал, ну, это стартовый трамплин. И еще у нас-то они с огненными фонтанами прыгали. И когда делают сальто на мотоцикле с огненным фонтаном, это такое завораживающее действие. И кроме русских, это тоже пока еще никто не делает, только русские мотоциклисты это могут. Русские каскадеры, конкретно мастера и команда ферзия, вот они делают с огнем. Все, что можно делать с огнем, делают только русские. И вот как раз... И завтра мы с вами сможем увидеть, что же могут делать русские. Огненный фристайл, да, огненный фристайл. Ну, мотоциклы завтра тоже будут, естественно. Обязательно, как без мотоциклов? Игорь, ну а тебя-то поклонники увидят завтра в качестве участника шоу? Мы что-нибудь покажем и что-нибудь зажгем. Это как бы, что я буду делать завтра? Приходите и увидите. Не надо все рассказывать. Мастер Панин, он такой, пенсионер рассказывает, но не все. Он что-то держит в себе. Например, категорически не хочет рассказывать о том, кто же будет еще специальным гостем в завтрашнем мероприятии. Членом нашего жюри. Ну, давай какие-нибудь хотя бы такие, не знаю, ну, подсказки, не подсказки, как хочешь. Интриги, интриги. Хорошие актеры, известные будут. Мега известные. Да, которые будут журить и говорить, кто самый крутой из уличных команд. Друзья, 21 час, завтра парк киноприключений, мастер Панин, фестиваль уличных театров «Вселенский карнавал огня-2018». Я надеюсь, что вы, если зайдете на сайт, еще сможете приобрести билеты. Ну, а если уж нет, то что же я могу вам сказать? Сочувствую, сочувствую. Можно прийти на месте, на месте купить билеты. Если на сайте билеты кончились, тогда можете прийти и на месте, если успеете, приходите и купите билеты. К сожалению, места уже такие не самые лучшие остаются. Так что, если кто хочет там VIP, комфорт, там еще что-то, то быстрее, быстрее, там осталось единицы этих билетов. Уже даже, если большой командой, я думаю, даже не получится купить. Только разрозненные места. Вот. И спешите и покупайте, потому что завтра в кассах останется то, что останется. Игорь, Юрий, я хочу вас спросить. Вы вместе, я не знаю, если сложить ваш опыт, наверное, там более 50 лет получится. А то и поболее, если сложить ваш профессиональный опыт. Я думаю, более 50 лет. И, конечно, равных нет. Интерес к каскадерству, к трюку, он вот за эти годы как-то изменился у публики, у людей, не знаю, у актеров? Может быть, больше желания, больше интереса? Или как-то раньше было больше ажиотажа вокруг этой профессии? Я начну, а Юра подхватит. С удовольствием присоединяюсь к этому. Немножко сторона по-другому заточена. У нас так такового каскадерства-то и не было. У нас профессия появилась только в 91-м году. И сторона все-таки, она заточена не под экшен. Если Америка изначально, вы там смотрели, да, Бастера Китона взять, да, как бы кино, там, Чарли Чаплин, понятно, комедия. А Бастер Китон у него такой, вот именно актер-каскадер, у него сплошной трюк был такой, да, такой гэг, гэг, да. Там машины падали, переворачивались, перед поездом проезжал, там его закапывали, дом падал. И как бы все-все-все, да. И вся Америка, да, там на самолетах, там люди летали без страховки, как бы изначально переворачивали. И они шли смотреть на это, они шли есть попкорн и смотреть на, о чудо, да, на риск, на некое сумасбродство или такой риск, который и люди живы. И у них вся страна с начала века, уже более 100 лет, как бы на это, на это готовилась. Ну, опередили, опередили немножко, да. Да, а мы как бы только приходим к этому, поэтому у нас не привыкли. Наша публика все-таки, она более драматическая, да, она более глубока. Ну, можно сказать, да, глубоко, но тем не все равно отзывается, интересно, большой. Да, нет, и интерес с каждым годом растет, растет, он больше и больше, да, потому что появляется, как бы, да, и помимо циркового шоу, вот именно трюковые шоу, да, огненные шоу, все-таки мало у нас еще, как бы, в стороне к этому, ну, таких шоу происходит, да. Ну, да. И вот интерес есть, но если взять Москву, Москва перекорблена, да. У нас тут Юсалей, Запашный, кто-то приезжает, кто-то какие-то шоу, да, и, естественно, у нас перегружено, да. И поэтому, когда ты выходишь с фишкой, и фишка новая, неизвестная, для нашей публики еще немножко непонятно, что такое огненное шоу, что такое карнавал огня, что такое там русский форсаж, что такое танки против бигфутов. Такое слово это бигфут, это знают единицы, вообще не понимают, что, ну, танки, да, вроде, что-то понятно, и что они будут делать, тоже непонятно, да. Когда все приходят, все вау, да, начинает работать некий сарафан. Но здесь нюансы, у нас все-таки парки на приключения, да, у нас нет суперкомфортных мест, мы не большой театр, у нас нет супер... Вип-ложа какая-то существует. У нас несколько вип-лож, у нас там даже есть супер-вип, там мягкие диваны, там у нас есть такой там лаунж-зона, где можно сидеть, как бы, да, но это мы не на все наши представления можем делать, потому что, да, когда у нас работает много техники, например, как гонки на выживание, там зона безопасности. Да, уж извините, подвиньтесь. Да, 10 метров, поэтому мы даже в вип-зону-то всю двигаем, все первые ряды практически, да, потому что прежде всего 100% безопасность. Да, там будет некий вип, да, но он немножко не того комфорта, как привыкла наша публика. Потом погода, все же любят там эти, чтобы было все в комфорте, в тепле, под крышей, да, и здесь, естественно, мы не можем, но совместить огонь, взрывы, крышу практически нереально, поэтому... Огонь, взрывы, крыша и дождик. Да, поэтому, как бы, нам приходится совмещать, да, народ, который к нам приходит, он должен понимать, что немножечко будет не тот комфорт, да, не те условия, но зато он увидит чудо, чудо, где нигде, ни в каком олимпийском, ни в каких лужниках ему не покажут. Столько всего чудо, чудо, где... В одном месте, в один вечер сконцентрированы лучшие команды. Да, и самое главное, что наши ребята, они настолько горячие, настолько они горят внутри, что они зажгут сердца любого обывателя. А завтра будут еще и снаружи гореть. Любого-любого, кто даже кислый и кто-то грустный. У нас разные разнотипные команды, и обязательно кто-то зажгет. Что касается погоды, как сильно она может повлиять на подобные мероприятия? Ну, во-первых, погода... С погодой надо договариваться. Повлиять не может никак, но мы решим погоду, мы всегда договариваемся с чудом, с небом, и завтра будет солнце, как и сегодня. И, судя по всему, намного заранее удается вам договориться с погодой, потому что... Нет, в день выступления. Это не шутка, это абсолютно не шутка. Вот, значит, все, дождь, мы стоим заряжены, все, готовы выступать, и буквально... Вот это... Потом мы поняли, почему это происходит. Значит, мы выступаем, дождь прекращается, мы выступаем, и потом опять начинается. И продолжается. Да, и это постоянно. И мы поняли. Я открою сейчас секрет. Ну, давай. Вот этот секрет я открою. Дело в том, что как раз смена дня на ночь, при любой плохой погоде, возникает такой затяжок. Вы понимаете, то ли температурные какие-то режимы. Не могу понять, но это понаблюдайте сами. Смотрите, что делать, да? Где-то в районе 10 часов обязательно стихнет. Так. Да? А потом опять это польет, а может через 30 минут, через час польете. Проверьте. Через 2 часа. Через 2 часа. Но, но, но. И мы вот как бы проскальзываем в эту паузу. Но у нас будет чудная погода. Завтра и вечер будет чудный. И суббота. И суббота будет чудный. В субботу только к вечеру уже, уже через день, через сутки что-то будет меняться. А завтра будет чума, непогода, так что ждем всех. Вот такая справка Гидромедцентра. Точнее, конечно, Игоря Панина. Несколько секунд буквально паузы и вернемся. Лучшее в стране. Друзья, совсем немножко времени остаться до финала программы. И мы сейчас обязательно вам напомним еще о завтрашнем мега долгожданном событии, мероприятии. Пока у меня вопрос к Игорю Паминну по поводу драматического театра. А открытие сезона намечено буквально на октябрь. На, я думаю, да, конец октября, начало ноября. Это прямо в парке киноприключений Мастер Панина находится этот театр. Да, да, у нас небольшой театр, там 250 посадочных мест. Но мы уже делали несколько премьер. У нас прошла по Золине. Как там мальчики? Солнечные мальчики. Солнечные мальчики, да, по премьерам. В том году была. Потом был у нас Ластелен стихии. Такой детский спектакль, очень насыщенный всякими эпохами, трюками. Мы уже отработали, откатали. И вот сейчас осенью мы его запустим, как уже полноценный драматический театр. Но обязательно наполненный всякими спецэффектами, трюками, огнем, водой, дождем, полетами, воздухом. И все это полноценно. В общем, это получается даже 5D, и никак не меньше. Актеры, приглашенные, друзья, давние товарищи, или это все сотрудники парка кинополучений? Нет, ну основной состав это, естественно, очень известные актеры, которые будут играть, которые играют в ведущих театрах Москвы. И плюс, плюс, естественно, молодые актеры наши, которые из школы каскадеров, из театра Экс, которые из уличных, у тебя артистов уже переходят в такие драматические. Такой клубок молодых и метров. И все это вместе в новом театре под куполом в парке киноприключений. Друзья, я благодарю моих сегодняшних гостей. Я благодарю всех вас, кто был в этот час с нами. И, конечно, напоминаю, что завтра в парке киноприключений «Мастер Панин» фестиваль уличных театров «Вселенский карнавал огня-2018». Даже не надо думать, идти, не идти, потому что нужно идти. Бежать, да. Начало в 21 час. И быстрее, быстрее. У нас в гостях был член Всемирной академии трюков, президент Федерации экстремальных видов спорта, руководитель парка киноприключений «Мастер Панин» Игорь Панин. И режиссер, художественный руководитель театра «Экс», организатор «Файошо» Юрий Берладин. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы вас очень любим, восхищаемся и всегда рады. Спасибо. Спасибо. Ну и завтра удачи. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Лучшее в стране.